Всем привет, сегодня мы с вами обсудим довольно весомое обновление Freework Connect.js и попытаемся разобраться, насколько эти изменения меняют нашу с вами жизнь. 13 версия вносит большие изменения и поначалу возможно будет сложно переосмыслить и привыкнуть к новому подходу. Все проекты и гайды с 13 версии можно считать устаревшими, но ребята из Versal о нас позаботились и 13 версия имеет обратную совместимость, так что можно выдохнуть. Я думаю стоит начать сразу с глобальных изменений, теперь с 13 версии у нас будет выбор как именно мы создаем наше приложение. Данное большое изменение это директория app и теперь эта директория является базисом для нашего роутинга, и если сравнивать с page с директорией, то у нас тут много нового. То есть сначала поговорить о новой структуре файлов в директории app. Папка app теперь у нас отвечает за роутинг приложения, важное изменение, что данная папка работает теперь по принципу server-centric routing, позже мы можем наблюдать в фреймворке Remix. Теперь чтобы создать страницу нужно создать директорию и в ней создать файл page, в данном файле нужно сделать экспорт нашего компонента, это и будет наша страница. К дополнению к новым файлам для наших страниц мы можем размещать сюда и обычные компоненты, стили или тесты, тем самым не создавать лишние вложности вне наших страниц. Теперь можно легко создать лояут для наших страниц, чтобы добавить лояут для страниц нужно создать файл layout и в этой же директории где и наш файл page. Но самое прекрасное в том, что лояут наследуется между страницами, в том же лояуте нам доступны к изменению html теги. Раз мы начали говорить про html теги, забудьте о проблемах с метатегами и seo, теперь мы можем просто создать файл head и добавить необходимые html теги для любой страницы. Мы как и в 12 версии можем создать динамичные роуты, но теперь можем еще создавать группу роутов и это полезно, когда вы хотите визуально разделить свой код, но самое крутое, что в данных группах работает файл layout. Мы имеем такие новые файлы как error, loading, но чтобы понять весь их потенциал сначала мы с вами должны узнать про data fetching, suspense и что такое server components и при чем тут все это. Серверные клиентские компоненты позволяют нам создавать приложения с той же интерактивностью и улучшенной производительностью благодаря серверному рендеру. Серверные компоненты выполняются в JavaScript на сервере, чтобы он не попадал в итоговую банду пользователя в браузер. Таким образом мы выполняем весь JavaScript на сервере, а пользователь уже получает готовый результат без лишнего JavaScript и иногда без JS вовсе. Клайн компоненты это старые добрые интерактивные компоненты, которые первый раз грузятся на сервере, а после гидрируются на клиенте. Это старый подход, который работал и в 12 версии. Все компоненты в папке по дефолту серверные, также в серверных компонентах нельзя использовать хуки, вентхендлеры и браузерная API. Если мы хотим сделать их клиент компонентами, то нужно добавить useClient. Огромное изменение в 13 версии затронуло дата фетчинг для серверных компонентов. В клайн компонентах ничего не поменялось, мы все еще используем любой из существующих вариантов дата фетчинга. Но в серверных компонентах дата фетчинг теперь выглядит следующим образом. Теперь мы можем просто создать асихронную функцию, которая будет делать запрос с помощью фетч и вызывать данную функцию в нашем компоненте. Это выглядит мега удобно и просто, но что там по поводу SSG, SSG и SSR, которые отлично работали в 13 версии. Не волнуйтесь, ребята из Версал подумали о нас и тут. Вообще теперь это можно назвать просто вопросом кеширования наших данных. Чтобы сделать SSR, мы можем поставить nocash, и тогда компонент будет осуществлять запрос каждый раз при заходе на страницу. Чтобы получилось в SSG, мы можем задать параметр revalidate, а чтобы повторить SSG, достаточно указать force cache. Если у вас дата фетчинг реализован не через фетч, а например вы используете ORM по типу призмы, не беда, вы можете задать данные и настройки для всей страницы. Я не знаю как вам, но такая гибкая настройка мне очень нравится. Теперь мы можем вернуться к файлам loading и error. Мы можем с помощью файла loading отобразить пользователю закрузку UI сегмента нашей страницы. Пока наш компонент ждет данные, Next.js уже начнет отображать остальной интерфейс пользователю, и все это стало возможно благодаря компоненту Suspense. А с помощью файла error, который должен быть клиент компонентом, мы можем отобразить вместо страницы ошибку, если что-то пошло не так. А теперь представьте, что мы можем вкладывать в серверные компоненты клиент компоненты и наоборот. Таким образом можем иметь гибкую интерактивность, не теряя при этом перформанс. Добавьте сюда еще гибкую работу с отрисовкой UI, лаяут, обработкой ошибок для любой вложенности. И это мы с вами рассмотрели еще не все прелести новой версии. Многие могли заметить, что где-то это очень похоже на ремикс или же Aster's Evil Islands, но лично я рад конкуренции, ведь в данной борьбе важен не победитель, а сражение. Если подвести итог, то мы находимся на новом этапе веб-приложении, когда у нас есть не просто статика или динамика, а гибкий и шустрый гибрид, который собирает в себе все самое лучшее MPA и SPA подходов. Теперь мы поговорим с вами о других обновлениях 13-й версии. Теперь нам не нужно писать тега, используя компонент линк, ранее 12-й версии, это было опционально. Next предлагает нам новую систему шифтов, сейчас чтобы добавить шифты в ваше приложение, можно использовать фонфейс, ну или как-то альтернатива с помощью тега линк добавлять шифты из интернета. Если вы когда-нибудь занимались оптимизацией сайтов, то вы должны понимать, какую роль шифты занимают в этом деле. Шифты необходимо использовать только те, которые необходимы, их также надо кэшировать и оптимизировать. А если вы качаете их с другого ресурса, то они могут долго грузиться, а для пользы с плохим интернетом или не загрузиться в вовсе. Но теперь забудьте про это все, ведь теперь есть Next 13 и он за вас оптимизирует и добавит шифты, удалит все лишние запросы и во время билда добавит сам все ваши шифты в проект. Если вкратце, вы теперь можете легко скатить шифты из гугла через Next.js и Next просто добавит шифты во время билда к вам в проект. Конечно же поддержано возможно добавлять и локальные шифты. На доке также вы можете найти про прелоудинг и сапсет шифтов и общие рекомендации от Vercel. Добавлены новые суперские компоненты имидж взамену старому, сами Vercel говорят, что компонент стал гибче и быстрее, конечно поддержаны как ремоут картинки, так и локальные из вашего проекта. Помните как Veed говорил, что он быстрее вебпака в разы? Встречайте их младший брат, написанный на языке Rust TurboPack. Пока что TurboPack в альфа-версии, но его уже можно пощупать в новой версии на Next.js. Теперь все сборки будут собираться нереально быстро, что ускорит процессы разработки в целом. Кружко, что теперь есть еще один конкурент для вебпака Veed, но мы должны понимать, что не все фичи еще поддержаны. И если в паке Veed написано JavaScript и TypeScript, что позволяет создавать фронтендерам плагины самостоятельно, то для TurboPack вам нужно знать другой язык программирования Rust. Но не стоит беспокоиться, ведь TurboPack'ом занимаются ребята из Vercel, так что я думаю такие фичи как Server Components, TypeScript, JSX и работа с разными фрейборками по типу Tailwind будут реализованы. Мне нравится Next.js и как команда Vercel быстро адаптируется к новым веб-стандартам. 13-й версии еще в бете и в ней не реализованы все необходимые фичи. Также планируются и новые фичи, которых не было ранее. Вот вам свежие новости, в ролике я вам рассказал про компонент Head, но уже Vercel планируется избавиться от него в версии 13.2 и заменить на метадата. Будем следить за новыми обновлениями нашего любимого фрейборка. Все полезные информации вы можете найти в описании к этому ролику, репозиторий со всеми примерами и статьи о новых версиях вы можете найти также в описании к видео. Спасибо за просмотр, не забудь подписаться на социальные сети и поставить лайк этому видео. До встречи!